ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренивые выходные остались позади. И уже есть первые спортивные новости. В дни зимних школьных каникул воспитанники Дворца детского творчества под руководством тренера Олега Васькина выступила на первенстве Нижегородской области по русским шашкам среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения. Трое участников набрали по 6,5 очков из 9 возможных и возглавили турнирную таблицу. Благодаря дополнительным показателям чемпионом Нижегородской области 2019 года стал Максим Костюков. Михаил Ковалев завоевал серебро. Кроме того, Михаил Ковалев показал себя в молниеностой и быстрых программах. Он захватывал лидерство с первых туров в каждом из турниров и доводил дело до беззаговорочной победы. Таким образом, представитель Сарова за два дня стал двукратным чемпионом Нижегородской области 2019 года. Еще одну серебряную медаль в копилку нашей команды завоевала Татьяна Пешехонова. А еще перед Новым годом во многих спортивных секциях и клубах проводят праздничные турниры и соревнования. Цель практически всегда одна – посмотреть, чему научились спортсмены за год. Секции настольного тенниса в клубе здоровья не исключение. В секции тенниса занимаются ребята от 7 до 16 лет. Все они принимают активное участие в жизни центра внешкольной работы, выступают на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Педагоги секции стараются проводить семейные турниры для юных спортсменов и их родителей. В декабре теннисисты традиционно встречаются на новогоднем турнире. Это у нас уже стали традиционные соревнования. Мы их проводим, они уже вторые у нас. Это очень интересно, особенно в преддверии Нового года. Приходил Дедушка Мороз со Снегурочкой, были награждения, чаепития. И у нас было очень весело и здорово. И действительно ощущение наступающего Нового года. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Всем им предстояло сразиться за первые места. По словам начинающих теннисистов, постоянные тренировки и настрой на победу позволили без труда сразиться со взрослыми спортсменами. Было очень интересно. Родители дали хороший бой. Но там не все умели играть. Поэтому, мне кажется, за счет этого мы победили. Сегодня ребята и их родители готовятся к очередному турниру семейной пары, которые пройдут уже в феврале. Юным спортсменам и их родителям предстоит побороться за титул лучшей семейной команды. В ядерном центре ВНЕФ подвели итоги прошедшего года. О том, какие медали и где они были завоеваны, рассказал начальник отдела физкультуры и спорта Наталья Кочеткова. На пресс-конференции побывала Елена Грицкова. Подводя итоги физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ядерном центре ВНЕФ, начальник отдела физкультуры и спорта Наталья Кочеткова подробно рассказала о развитии и поддержке профилирующих видов спорта на предприятии. Это огромная поддержка, это мало того более 30 культивируемых видов спорта, но еще и оказание поддержки видам спорта, которые культивируются в городе. Это ведущим спортивным клубом. Не каждая, наверное, организация может похвастаться такой поддержкой в области развития физической культуры и спорта. Одно из нововведений этого года – изменение привычного формата проведения спортивных праздников, в расписании которых включили сдачу норм ГТО. А также впервые наш город стал площадкой для проведения второго отборочного этапа «Летняя Атомиада-2018». У нас появилось ГТО, потом у нас появилась Атомиада, которая еще ни разу в Сарове не принималась. И на основе того, что мы так работаем, нам все-таки доверили проведение еще и зимней Атомиады, которая у нас будет проводиться с 7 по 10 февраля. В этом году увеличилось количество работников ядерного центра ВНЕФ, принимавших участие в различных спортивных соревнованиях – городских, всероссийских и даже международных. В главном отборочном этапе «Летняя Атомиада-2018» участвовало более 70 сотрудников ядерного центра. Почти 9,5 тысяч сотрудников и членов их семьи выбрали спорт в качестве активного времяпрепровождения. У нас возрос семейно-спортивный интерес, что на спортивные базы стали приходить семьи, и мы стали много проводить семейных спортивных мероприятий, которые пользуются успехом. Но ядерный центр вовлекает в спорт не только сотрудников и членов их семей. Подрастающие смены и будущие работники РФЯДС ВНЕФ – это студенты Саровского политехникума имени Бориса Глебовича Музрукова. Ребята профтехучилищ – это та наша будущая рабочая сила, которая у нас идет на практику на завод. И тем самым мы хотим показать, какая жизнь в ядерном центре ведется, что не только вы пришли, ребятки, на завод, отработали и ушли. Нет. Вот у нас еще так интересно, можно заниматься по интересам, в том числе и физической культуры спорта. За спортивную жизнь ядерного центра отвечают также комиссии по физкультуре и спорту профсоюзного комитета ядерного центра, председатели правкомов подразделений, руководители физкультурных коллективов. Главная цель – организация спортивно-массовой работы в коллективах и на предприятиях в целом. Развитие физкультуры и спорта – очень серьезная социальная программа, которая наряду с другими успешно реализуется администрацией и профсоюзным комитетом. Самым приятным пунктом повестки спортивной конференции стало подведение итогов спорта «Киадр» ФИАС «ВНЕФ», который тоже в этом году претерпел изменения. Организаторы спортивного соревнования решили объединить группы «А» и «Б». Были опасения, что спортсмены второй группы не смогут выдержать конкуренции с сильными командами, но прогнозы не сбылись. И как оказалось по итогам, результаты по отдельным видам спорта опасения были напрасными. Так, например, коллектив «Факел» – это коллектив группы «Б» в мини-футболе занял первое место среди сильнейших команд группы «А». По результатам спорта «Киада» тройку лидеров замкнула команда «Вымпел» у «МИАТ». Второе место у «Боревестника» – институт ядерной и радиационной физики. А золото досталось сборной института теоретической и математической физики «Союз». «Я считаю, что в этом году эта победа очень важна, так как соревнования проводились, спортсмены проводились по новому формату, первый раз, и, собственно говоря, первый раз мы сразу стали победителем. Я бы хотел поблагодарить всех спортсменов КФК. Наша победа – это вклад каждого спортсмена в общую копилку». Впереди новый спортивный год, который начнется с нововведений. В 2019 году станет на один профилирующий вид спорта больше. Хоккей включен в календарь соревнований. И уже в феврале на зимней Атамиаде честь предприятия будет защищать сборное ядерного центра «ВНЕФ» по хоккею. 6 января на площадке Ледового дворца хоккеисты «Саров Инвеста» встретились с чемпионом ВХЛ Нижегородской области Держинским «Ураном». Схватка оказалась очень напряженной, инициатива не раз переходила от команды к команде, но в итоге гости оказались сильнее соровчан. Все подробности встречи у Елены Грицковой. Высокие скорости, результативные атаки и мастерство вратарей обеих команд. «Саров Инвест» в втором круге чемпионат области провел домашнюю встречу с «Ураном» из Держинска. Действующий чемпион области и в этом сезоне занимает лидирующие позиции в турнирной таблице. Но на родном льду хоккеисты «Саров Инвеста» не дали гостям расслабиться и с первых минут показали решительный настрой на победу. Команда хозяев доминировала в первом периоде, а где-то во втором периоде переломили, немножко перестроились. Поэтому чуть-чуть где-то создали больше моментов и соответственно реализовали. Первый гол в матче с передачи Андрея Калашникова забил Игорь Поздов. Хоккеисты из Держинска буквально через пять минут сравняли счет. Нападающие обеих команд попеременно проводили атаки, но защитники и вратари раз за разом спасали ворот от шайб. Соперник, кстати, очень хороший, достойный, мобильный, быстрый, очень хорошо двигался, очень хорошо комбинировался, создал много моментов. Не обошлось и без нарушений. Арбитры поочередно отправляли на штрафную скамейку игроков обеих команд за неспортивное поведение. Обе сборные играли в меньшинстве и в большинстве. Но даже численное преимущество спортсменов на ледовой арене не помогло в реализации голевых моментов. Игра равная была. Оба играли достойно. Не знаю, видите, чуть-чуть нам не хватило просто какого-то фарта. Везение, возможно. Так, в общем, неплохо. Все били, все играли, все молочки. Еще одну шайбу ворота соперников хоккеисты Саров Инвеста забросили в третьем периоде. В заключительном отрезке игры саровчане не смогли переломить ход игры и пропустили в свои ворота третью шайбу. Последние минуты матча саровчане провели у ворот соперника, пытаясь пробить защиту и сравнять счет. Ну, мы поднажали, да, нам уже не было, нечего было терять, нам надо было сравнивать. Видите, мы сравняли. Все там нормально. И в концовке, видите, пропустили этот гол. Потом опять побежали, но уже не хватило времени. Игра закончилась со счетом 2-3 в пользу Урана. Следующую встречу хоккейный клуб Саров Инвест проведет уже в эту субботу, 12 января, на выезде с командой из города Павлова. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!